Я как-то с моим другом разговаривал в начале всех этих карантинных мер, и он мне сказал, знаешь, говорит, я думаю, мы увидим, как многие люди, просеиваясь, как через сито отпадают, и многие семьи будут проходить через серьезные напряги, и главное пройти, главное не развалиться, не дать развалиться, и вот здесь история женитьбы, и я почувствовал, вау, я хочу говорить несколько слов про брак, про семью, и вот история, то есть как бы она вторгается в историю про Юсефа, и есть разномнение, когда эта история случилась, некоторые говорят, что это было до предательства Юсефа, некоторые говорят, после, стоит после, будем считать, что после, в то время Иуда, я читаю 38-е бытие, отошел от братьев своих и поселился близ одного адоломитянина, которому имя Хира, и увидел там Юда, дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и взял ее к себе в жены, и она родила ему трех сыновей, Ир, Анан и Шелла, иура был в Хизиве, когда она родила Шеллу. Короче говоря, здесь странная история, обычно сыны Израиля всегда пытались держаться вместе, потому что они были носителями откровения Божьего, они прекрасно понимали, что они основание чего-то будущего, и хоть жизнь шла своим чередом, и не было тогда устроенных общин, или там синагог, бетаикнессет, ничего этого не было, ну, точнее, были там какие-то капища, в которых поклонялись язычники, но они в семье, по всей видимости, могли собираться вместе, и могли слушать истории про Авраама, про своего деда Ицхака, и Иаков учил их пониманию Бога, возможно, спрашивали, копали его вопросами, так с кем же ты там боролся на переправе, и он давал какие-то намеки, возможно, были какие-то микротексты, которые были записаны со времен Адама, и они слышали их, но они держались особняком от остальных народов, чтобы хранить стандарт, другой стандарт жизни, хоть у них здесь много чего происходит вместе, и вот Иуда уходит. Почему? Вполне возможно, что кризис из-за Иосифа, там помните, и он, и Рувен были сильно вовлечены, и, возможно, на него упала масса обвинений, обсуждений, пускай отец не знал про это, но он ушел. И вот он отдалился оттуда и женился на Хананьянке, и она рождает ему троих детей. И тут начинается просто, ну, сорви голова голову, то есть проблемы, проблемы. Почему проблемы? Ну, ответ самый простой – не на том женился. И это правильный ответ. Вы знаете, есть комментаторы, которые говорят, что в семье Иакова все прекрасно знали, что каждый из них имеет цель в жизни – нести свет божественной искры в народы. И вы знаете, это повеление на сынах Израиля лежит до сего самого дня, чтобы в народы приносить ту генетику, даже генетику, которая сокрыта в еврейской крови, потому что все мы стояли в Моше и в том поколении у горы Синай и слышали откровение. Но можно ли нести эту генетику или откровение словесное всем? Знаете, Новый Завет говорит на эту тему очень интересные слова. Не бросайте жемчуг перед свиньями. Помните? То есть даже в сегодняшнем мире, когда, ну, скажем, по умолчанию нету проклятых народов, нам все равно Новый Завет предлагает избирать, перед кем мы можем раскрывать суть божественного откровения о Спасителе Иешуа. В те дни в Ханане жило семь народов, которые были абсолютно прокляты. И позднее уже сынам Израиля под руководством Моше было предложено их полностью истребить. Я не буду сейчас говорить, почему, как и зачем. Может быть, в другой раз, или мы уже раньше говорили на эту тему. Но здесь, безусловно, Иуда знал, что с Хананеями дело не имей, потому что они полностью, полностью отошли от пути. Наполнились Хамасом, можно грубо сказать, каким-то высшим проявлением богоотступничества. Но он отошел, и когда ты отходишь, у тебя всегда есть вот этот вот повод найти миллион экскьюзов, а она хорошая, а он хороший. И ты, может быть, глазами разума видишь, что оно не склеивается. Но он пошел и склеил. Я хочу сказать, я сейчас поговорю еще немножко на эту тему, что-то же там произошло, и как и к чему. Я хочу сказать тем, кто уже склеил, да не расклеится. Так говорит Тора, так говорит Новый Завет. И не будет разделения в семье. Но если кто-то чувствует, что есть проблемные обстоятельства, пусть спрашивает советов, пусть много молится. И Господь обещает там тоже хануку сделать, осветить жертвенник, исцелить дом. Но те, кому еще только предстоит жениться или выйти замуж, есть вещи, которые не нужно делать. И нужно иногда притушить влюбленный блеск глаз и рационально обдумать, кто, что и зачем, он или она. Именно поэтому без секса, но важно встречаться с человеком и понять, разговаривать, кто и зачем, и кто он, и почему, чтобы понять, как человек сочетается с другим человеком. Потому что, наверное, это самый важный шаг в жизни. Найти себе супруга, с которым ты пойдешь до конца. И как многие обламываются, делая неверный шаг. И, конечно, в современном мире развестись, плюнуть пару тысяч шекелей, долларов, рублей, не знаю, чего будет стоить тебе, и тебя разведут. Но какая-то колоссальная травма. И вот здесь мы видим, что происходит. Тут, правда, есть несколько и положительных уроков, но Иуда отделился от братьев своих и женился на Хананиянке. И три сына родилось у него. И там прошло, видать, уже не так мало лет, может быть, 16, может быть, 17, 18 лет, мы не знаем. Но Иуда на каком-то этапе, Иуда на каком-то этапе понимает, мое наследие должно влиться в эту шаршерет Айерушат Авраам, в эту наследственную линейку с Авраамом, потому что ему, Аврааму, Бог сказал, «Семя твое победит тьму, и в семени твоем все народы», это пророчество о Машехе, «даст искупление миру». И тогда он решает, видать, ему было непросто с этой Хананиянкой жить, но тогда он решает для своих сыновей другую судьбу, и он находит девушку по имени Тамар. Опять-таки, комментаторы говорят, что Тамар – это семитское имя. Комментаторы говорят, что Тамар – это семитское имя, то есть он из семитов, не из Хананеев уже взял жену своим детям, но когда она вышла замуж за Ира, то Господь умерщвляет Ира. Давайте мы прочитаем эти слова. Да, секунду. «И взял Иуда жену Иру, первенцу своему имя, ей Тамар. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа». Почему он был неугоден? Молодой парень, что плохо было? Что, в армии не служил? Или, может быть, от школы косил? Когда такие слова Писания, говорит, неугоден перед Господом, я вполне допускаю, что он просто склонился к верованиям своей мамы, Хананейки, и был неугоден Господу, то есть он ясно в себе внутри, и это не для меня. Иуда, тогда слово отца было вам, он все равно туда-то, и Господь умерщвляет Ира. И сказал Иуда, 8 стих, «Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». В те дни существовал и после в Израиле так называемый ливератский брак, когда брат умершего брата должен был взять его жену, если она была бездетной, и первый ребенок как бы принадлежал тому умершему. Но человек по имени Анан, второй, он говорит, «Я не хочу восстанавливать брату своему семя». До чего там, то есть он, может быть, и был более угоден в очах Господа, чем Ир, но он тоже был никакой человек, потому что брат ему был как никто, не хотел, так и написано, не хотел, не хотел. Он знал, что семя будет не ему, а потому он не входил к ней, или входил к ней по-другому. Короче говоря, умертвил и его Господь. Здесь мы сразу по умолчанию учим, если есть у тебя что-то против брата, против сестры или у сестры есть против брата. Здесь нужно как бы понимать, что Богу эта штука неприятна, ненавистна. Поэтому в Малахии написаны такие слова, что если вы открыты перед Богом, то дух Илии, помните, там написано, пошлю Илию пророка, который обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Я хочу сказать всем папочкам и мамочкам, а также всем верующим детям, которые не могут состыковаться со своими родителями, молитесь о том, чтобы Рефуам и Шамаем пришла. И даже если там есть неверующие, все равно молитесь, потому что распря в семье, это всегда неугодное Господу Богу дело. В те дни даже он умерщвлял людей, которые не хотели восстановить семя брату. Но там в семье Авраама было все как бы особо обострено, потому что должны были вливаться в народ силы. Короче говоря, Иуда говорит, «Тамар» по-русски «фамарь», на иврите «тамар» это как финик, как что-то вкусное, «тамарим». И все говорят, что она была очень красива, но по Писанию видно, что она была не только очень красива, но и очень умна и очень духовна. Потому что когда он отослал ее к родителям и сказал, «Жди, пока младше Шела вырастет», и он подрос, а ее ему, тому Шеле, не отдавали. И вы помните, какую комбину придумывает Тамар? Она одевается блудницей, соблазняет Иуду, и от него у нее рождается сын. Короче, ситуация крайне ненормальная. Вообще, как бы с ума сойти. Но мы должны понять, что движет Тамар. Тамар двигала вера и желание любыми путями быть или дать наследство семени Авраама. Авраама, потому что она понимала, что от этого произойдет нечто. И здесь я хочу сказать, ни в коем случае не оправдываю ни ее поступок, ни Иудин поступок. Мы уже неоднократно видели, как Господь ошибки человека исправляет, если там присутствует покаяние. А Иуда после говорит, она правее меня. Но это, по сути, он покаялся. Но вот я сделал неправильно. Но такая же история была, не такая, но немножко с теми же намеками между Иаковым и Савом, где он любыми путями хотел взять это первородство, но пошел не тем путем. И нужно было потом 20 лет расплачиваться. Здесь тоже они оба расплатились. Иуда после этой связи с Тамар, она родила, и она после этого жила как монахиня, уже никуда и ничего. Хотя для она достигла, достигла желаемо, она принесла в мир потомка. Иуды, наверное, все потом не сильно уже ладилось по его, потому что мы других потомков Иуды нигде вроде бы и не встречаем. Короче говоря, неразумные поступки приносят всегда боль. Но мы видим, что Тамар, Тамар, она шла на пролом, потому что свет, Божие желания толкали ее. И хоть она по-человечески делала массу ошибок, ее ревность заслуживает уважения. И в Новом Завете, когда есть родословие Машиаха, она вспоминается вместе с Батшевой и вместе с Руд, то есть именно Тамар, то есть она оказалась благодаря своей вере на высоте. Но мы видим, что и к чему повлекло Иудина решение пойти туда, куда не надо ходить. Помните это выражение по-русски «Стой туда, не ходи, потому что снег башка попадет». И очень важно, особенно людям, которые начинают свою жизнь в реально страхе Господнем, закрывая эмоции, отдаляя эмоции, иногда даже усилием, эмоции, которые называются влюбленностью и лженадеждой, а я все переборю, быть рациональными, зная, живет ли в этом человеке Господь, сколько в нем живет Господь, к чему он призван, и определять свой шаг в женитьбе по мере угодности, обоюдной угодности Господу. Жизнь вообще, особенно жизнь в брак, это непростая штука. И семьи, даже самые хорошие, иногда проходят через разные дивиженс, через разные напряги, и тем более, кто делает свои первые шаги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова